Добрый день, дорогие товарищи! Сейчас мы начинаем с вами наш очередной виртуальный урок. Мы записали много вопросов, которые нам прислали наши участники урока. И если их обобщить, то можно задать такой вопрос, который из Белоруссии пришел, из Сибири, из других городов. Что может почувствовать человек, вот что я могу почувствовать, конкретно спрашивают нас, в Конгрессе, когда собираются тысячи людей во всем мире с одной целью? Мы состоим из двух частей. Из животного тела, которое развилось нормальным образом, в рамках этого мира, постепенно, неживое, растительное, животное, человеческое тело, через обезьяну, как пишет Ари в своей книге «Древо жизни». И затем в этом теле образуется еще какое-то «я», которое мы называем человек. И это «я» никаким образом к нашему телу не относится. Оно совершенно постороннее от него. Вот это «я» мы должны развить. Оно развивается и дает нам ощущение иного мира. Нашим телом, нашими органами чувств, зрением, слухом, обонянием, осязанием мы ощущаем этот мир, а органами своего «я», души, так называемой, мы ощущаем высший мир. Их только надо развить, эти органы. Они развиваются также по той же методике, то есть по тем же ступеням, что и наше тело развивается, только в своем мире, под воздействием своих высших сил. Так вот, вся наука была, она о том, как нам развить эту душу в нас. Как развить? Сказано в книге «Зора» «Откройте свое сердце, и я открою вам мир». Вот это нам надо сделать, открыть свое сердце. Для того, чтобы мы смогли раскрыть свое сердце, знать, что это такое раскрыть, для этого мы существуем в этом мире во множественном количестве. И должны раскрыть свое сердце всем. То есть объединиться все вместе. Это и будет значить, что мы раскрыли свое сердце. И тогда мы в это раскрытое сердце получим ощущение высшего мира. Раскрывая свое сердце, мы раскрываем вот эти пять высших органов чувств, и в них ощущаем высший мир. Поэтому мы собираемся с вами вместе. Поскольку наша душа – это наше раскрытое сердце, раскрытое всем остальным, мы с помощью этого объединения надеемся достичь контакта между собой, выхода каждого во всех остальных, и таким образом в это раскрытое свое чувство вместить весь высший мир. Вот этого хотелось бы достичь. Я надеюсь, что мы это ощутим. Зависит все от нас. Так что удачи нам в этом. А теперь вернемся к нашей следующей заповеди. Мы с вами закончили первую заповедь. Заповеди, они являются ступенями, по которыми мы поднимаемся до самого высшего уровня нашего исправления, полного исправления, когда мы все объединяемся в одно творение и находимся в полном слиянии с одним-единственным творцом, высшей силой, которая, в принципе, ощущается внутри нас. Таким образом, постигая эту высшую силу, мы постигаем ее внутри себя в мере нашего исправления и подобия ей. Вот эти вот ступени подобия, постепенного уподобления нас, этой высшей силе, они называются ступенями или заповедями. Всего их можно, эти ступени, разделить на 10, или на 14, или на 620, или на 618, или на 125. В общем, смотря по-разному, как мы будем градуировать их. Есть много способов градуировки, смотря по каким свойствам мы это будем делать. Здесь ЗОР градуирует это очень просто. 14 ступеней. 14 так называемых заповедей. 14 четких, таких, очень глобальных изменений, которые мы должны пройти в себе для того, чтобы достичь полного подобия Творцу. И сейчас мы с вами находимся в изучении второй заповеди. Первая заповедь у нас была заповедь трепета. То есть, от чего трепещет человек, чего он боится. Он боится того, чтобы ему было хорошо в этом мире, потому что он маленький и чувствует свою беззащитность, и пытается все время ощетиниться, защититься, каким-то образом укрыться. Это, естественно, его реакция на то, как он ощущает наш мир. Он вооружается, он показывает свои клыки, он показывает свои кулаки, он показывает, что он герой. Это все от слабости, от желания защититься. Это первое, первый вид страха. Второй вид страха – это страх не в этом мире, а страх, а что же меня ждет в будущем мире. После того, как я закончу весь этот земной свой путь, получу ли я что-то за это, а не будет ли у меня чего-то, и так далее. Второе – это страх за будущий мир. Страх за этот мир и страх за мой будущий мир. Эти два страха – страхи эгоистические, которые существуют у всех людей. На первом страхе построена вся вообще система взаимоотношений человека с окружающим его миром, земной страх. И второй страх – страх небесный, так называемый. Построены все его системы религиозные, нравственные и так далее. Оба вида страха эгоистические, и, конечно, Каббала их полностью отвергает и объясняет нам, что под ними нет никакой твердой и нормальной основы, потому что эгоизмом в нашем мире, даже в нашем мире, управлять нельзя. Он сам по себе неуправляемый, он создан только для того, чтобы с помощью его, именно управляя им, достичь духовного уровня. Если мы так к нему относимся, тогда мы можем им управлять, а иначе нет. А вот третий вид трепета, страха, он уже относится к духовному. Там, где мы начинаем потихонечку стремиться к подобию Творцу. И поэтому весь наш трепет заключается в том, что подобен ли я Творцу, то есть, получая от него, могу ли я вернуть ему то, что получаю. И таким образом находиться вместе с ним в контакте, в гармонии, в равновесии, что называется, в подобии свойств. Ведь это и является самым главным законом природы. Закон подобия, закон равновесия. Получение равно отдаче. Если я таким образом могу себя построить равным Творцу в этом отношении, то есть, все, что я получаю от высшей силы, единственной силы, которая действует в нашем мире, и могу также адекватно относиться к ней, быть с ней в равновесном состоянии, то тогда я постепенно двигаюсь к ней, потому что в каждый момент времени во мне развивается все больше эгоизм, возникают при этом все большие помехи, а я, именно используя их, реализуя их правильно в себе, поднимаюсь над ними и вывожу себя снова на уровень равновесия с Творцом. И так постоянно поднимаюсь в средней, так называемой, линии. И этим я, в общем, двигаюсь вперед оптимально. В этом заключается наше развитие. Так вот, трепет, он дает человеку одно из условий продвижения вперед. А кроме этого, вот сейчас мы будем с вами изучать вторую заповедь, которая также помогает ориентироваться в движении вперед. Это заповедь любви. Потому что недостаточно из страха выполнять движение вперед. Это только лишь подталкивающая, все время настораживающая, все время ограничивающая сила. А сила, которая может двигать тебя вперед и развивать, расширять, раскрывать, чтобы ты все больше ощущал дающего тебе. И таким образом мог бы с полным сердцем также раскрытым отдавать ему и быть при этом вот в таком вот обоюдном, равном контакте с ним уже не со страхами, а заменять постепенно страх любовью. Для этого существует второй уровень нашего развития, второй этап, вторая ступень, которая называется заповеди любви. Говорит об этом Зоартак. Вторая заповедь – это заповедь, с которой неразрывно связана заповедь страха. И это заповедь любви. Чтобы любил человек творца, то есть свойства отдачи. Нет, потому что творца как какого-то изображения, или какого-то памятника, какого-то образа. Мы говорим о свойстве природы, совершенно безымянном в общем и безтелесном, не имеющем никакой ограниченной формы, а только лишь проявляющейся в нас, в мере нашего подобия ей, и только лишь вот в мере того подобия, которое я угадываю и становлюсь подобным, этой неизвестной мне силе, этому неизвестному мне свойству, оно ощущается во мне, и ты говоришь, о, это называется творец. Творец на еврите «боре», от слов «бо-уре», «приди и увидь», то есть достигни такого свойства и почувствуй его в себе. Так вот, вторая заповедь – это заповедь любви, чтобы любил человек творца, то есть достиг такого состояния, чтобы быть в этой силе, вот в таком контакте, абсолютно свободном, совершенной любовью. То есть, когда не страх меня гонит к правильному контакту с ним, а свойство отдачи беззаветное, неважно, в принципе, что мне за это будет. Вот в чем тут проблемка маленькая. Я должен подняться над своим эгоистическим свойством настолько, что не просто нахожу с ним контакт, чтобы быть с ним в равновесии, забочить о равновесии, я уже о равновесии не забочусь. Я забочусь только о полной отдаче, и независимо от того, что получаю от него. И в итоге у меня возникает новый вид помех. То есть, эгоизм во мне сейчас идет в обратную сторону, работает. Он показывает, что у меня за это ничего нет. И я от этого полностью проигрываю. И, в общем, передо мной некому отдавать, и не от кого получать. А я забочусь только об одном, чтобы у меня в одну сторону, буквально в одну сторону, без всякой отдачи, без всякого обратного отклика, просто из меня эманировала сила любви. И что значит совершенная любовь, говорит Зоор, спрашивает. Это большая любовь, как сказано, ходить перед Творцом своим в цельной честности и беспорочности. Что означает совершенство в любви. Поэтому сказано в начале творения, да будет свет. Это совершенная большая любовь. Именно так должен любить человек Творца своего. То есть, достичь такого отношения к свойству отдачи в природе, которому ты беззаветно предан, полностью отдан, без всяких вообще проверок обратно. То есть, конечно, это не говорит о ограниченности человека. Это, наоборот, говорит о том, что он приобрел это свойство над всеми и любыми откликами, над всеми и любыми результатами, которые могут быть у него от этой любви. То есть, может любить, может ненавидеть, может что-то давать, может ничего не давать. Может все забирать и отбирать. Я достигаю такого свойства, когда мой эгоизм в этом мне совершенно не советчик. И тогда я обнаруживаю, вопреки, в общем-то, может быть, рациональности, как может нам показаться здесь. Но это ступень, которая уже идет над ступенью бины, над ступенью, когда человек возносится в свойство полной отдачи. Только после этого он на следующую ступень входит, на ступень любви. А первая ступень – это ступень трепета, когда он достигает свойства бины, свойства абсолютной отдачи. А здесь он достигает еще свойства абсолютной любви. То есть, мы говорим о человеке, который полностью постигает все мироздание в этом втором своем восхождении, на второй ступень, абсолютно все видит, знает, понимает, раскрывается абсолютно полностью и полностью подобен Творцу. Это только вторая ступень, а всего их 14. Посмотрим, что будет дальше. «Сказал Раби Элазар, я слышал объяснение, какая любовь называется совершенной. Сказали ему товарищи, скажи об этом Раби Пинхасу, потому что он находится на этой ступени. Сказал Элазар, совершенная любовь означает, что она совершенна с обоих сторон. И если не включает в себя обе стороны, такая любовь несовершенна. Поэтому есть, кто любит Творца, чтобы стать богатым, чтобы долго жить, чтобы иметь много здоровых детей, властвовать над ненавистниками, получает то, что желает, и поэтому любит Творца. Но если получит обратное, если Творец проведет его через колесо страданий, возненавидит Творца тогда, и совершенно не ощутит к нему никакой любви. Поэтому в такой любви нет требуемой основы. То есть, надо понимать, что в духовном не зависит от того, что я говорю, а зависит от того, что я чувствую. Если меня ударят, значит, автоматически я чувствую боль. Значит, я автоматически того, кто меня ударил, ненавижу. Я пытаюсь от него отстраниться, удрать, прекратить связь и так далее. Могу ли я поднять себя над таким чувством, как боль, как страдание, как пустота, наполнить себя чувством любви так, чтобы эти всякие отрицательные свойства во мне и чувства обратились в положительные. Если я могу это сделать, когда никакая проверка, никакой анализ не подскажет, что я отрицательно реагирую на страдания, тогда можно сказать, что я уже достиг свойств подъема над ними и уже готов к чему-то дальше, может быть, даже и к отдаче, но это еще не совсем. Любовь называется совершенной. Если она с обеих сторон, со стороны закона и со стороны милосердия, то есть со стороны ограничения, страданий, левой линии, и со стороны милосердия, правой линии, если она с обоих сторон, оформляет мое ощущение к свойству отдачи. То есть человек в своем исходном животном эгоизме он начинает чувствовать такие изменения, такие вообще реакции, которые эгоизму не свойственны, потому что он начинает его присоединять к свойству отдачи. Когда человек любит Творца, как уже говорили, даже если Творец забирает его душу, это есть совершенная полная любовь с обеих сторон и милосердие, и закона. Поэтому свет первого действия Творения раскрылся, то есть полностью в мир бесконечности был раскрыт, а затем скрылся. Но вследствие скрытия проявился жесткий закон в мире. Соединились обе стороны. Милосердие и закон вместе, чтобы получилось совершенство. И когда они соединяются вместе и возникает в нас возможность быть над ними обоими, то есть и над милосердием, и над законом, то есть в нас, в нашем эгоизме, на всех наших свойствах и чувствах, с которыми мы родились и развелись до этого уровня, любви, это уже уровень, который выше уровня бины, то есть выше выхода в духовный уровень, отдачи, это уровень уже полностью соединения, слияния. Когда мы выходим на этот уровень, тогда в нас соединяются абсолютно все прошлые, настоящие, будущие наши ощущения, события, реальности, которые мы прошли. Мы начинаем видеть всю, весь, как сказать, всю метрамофозу, которая произошла с нами, всю ленту, эту киноленту, которая проигралась над нами, и мы оправдываем действия Творца в каждом кадре, в каждом случае, понимая, что оно продиктовано абсолютной любовью, и не было с его стороны никакого насилия, жестокости над нами и ни над кем другим в мире, в том числе. Потому что, подсоединяясь с открытым сердцем к Творцу, это значит, я сначала соединяюсь со всеми остальными душами и таким образом я проверяю, а как им-то в их, во всем земном и не только земном этом их путешествии, в этом Творении, в котором они проходят всевозможные этапы своего развития, а как к ним относилась эта высшая сила. На самом деле, она была к ним абсолютно милосердна и справедлива и никогда не относилась к ним, кроме как с чувством абсолютной любви. И тогда, когда я это проверяю, я включаю в себя все остальные души, я включаю в себя, изучая весь этот анализ отношения Творца к ним, тогда я в итоге становлюсь таким же в своем отношении к ним и в совокупности через них к Творцу. То есть, достигаю именно таким образом свойства этой абсолютной любви. здесь есть очень много тонкостей, которые в нашем мире, они в принципе совершенно не работают. Естественно, не имеет отношения здесь никакого ни к любви матери, к детям. Это животная любовь на нашем уровне, которая исходит только из эгоистических, гормональных всего лишь причин. Это не любовь мужчины к женщине, которая исходит только из животной потребности. Это не потребность женщины к мужчине, которая исходит части из животной, а части из свойств защиты или обретения. Это свойство, о котором мы говорим, оно выше всех наших причин. То есть, оно не имеет под собой абсолютно никакой причины. То есть, это беспричинная любовь и бесследственная любовь. То есть, это такое свойство, которое уже можно получить только лишь под воздействием высшего света. И когда она развивается в нас, такое отношение к Творцу, тогда только мы и понимаем, что же это такое. То есть, это свойство абсолютно... У нас, в нашем мире, нет относительно него никаких задатков и начал. Дальше. поцеловал его рабе Шимон, то есть, вошел с ним в контакт. Есть контакты объятия, поцелуи, совокупления всевозможные между душами. Имеется в виду здесь конкретное соединение между душами, на каком уровне они происходят. Есть уровень телесный, есть уровень наи, так называемый, на уровне совокупления как бы половых органов, затем на уровне объятия, на уровне, если поднимается один относительно другого, как в результате вскармливания или из пуповины, и потом поцелуй на щекин, так называемый зевог на на щекин, и потом уже полностью по всей, по всему уровню, по всей высоте между двумя душами происходит такой контакт. То есть, в зависимости от того, какой уровень эгоизма исправлен и участвует в этом соединении, так мы разделяем эти соединения. В нашем мире, соответственно, на этом просто есть у нас вот такой контакт между собой. Поцеловал его Раби Шимман, приблился, Раби Пинхас, поцеловал его и благословил. То есть, возник между ними контакт между этими тремя душами, сказал, видно, Творец послал меня сюда, чтобы тот тонкий свет, о котором сказано было, что находится в доме моем, а затем осветит весь мир. Сказал Раби Лазар. Конечно же, страх не должен забываться во всех заповедях, а тем более в этой заповеди, заповеди любви, должен быть страх. Постоянно соединен с самой заповедью. То есть, первое условие, оно при этом не забывается, оно является как бы первая ступень, основой для второй ступени. И все эти ступени в итоге они соединяются, интегрируются в одно единственное состояние наивысшее. А пока только они следуют одно за другой. Как он соединяется? Любовь хороша с одной стороны, когда получаешь от любимого добро, здоровье, благо, питание и жизнь. Вот тут-то и необходимо возбудить страх, чтобы не согрешить, чтобы не обернулось колесо любви, о чем сказано счастлив, постоянно боящийся, потому что страх находится внутри его любви. То есть он боится, может быть, не потерять любовь, это эгоистическое, или не отдать. Тоже страх все-таки находится внутри, то есть у него еще есть зависимость, любовь еще не определена полностью. Так необходимо пробуждать страх со стороны строгого закона левой линии, потому что когда видят, что строгий суд, ограничения, вследствие еще эгоизма, который в нем находится над ним, необходимо возбудить страх перед своим господином, то есть пока он еще выше тебя находится, творец, ты еще не достиг с ним равновесия, дабы не ожесточилось сердце, о чем сказано, ожесточающее сердце падает в плохое, падает в другую сторону, называемую плохой, то есть в обратную, он начинает бояться, и этим абсолютно портит любовь, поэтому страх соединяется с обеими сторонами, с хорошей любовью, а также со стороны строгого закона, и состоит из обеих, если страх соединен с хорошей стороны и любовью, а также со строгостью закона, то такая уже любовь будет совершенна, то есть мы видим, что две линии, каждая из них состоит из чувства любви, и каждая из них состоит из чувства страха, вот когда они вместе синтезируются в среднюю линию, тогда уже получается у нас начало совершенной любви. Тут много у меня комментариев, очень много, тут несколько страниц идет подряд мой текст, так что я вам советую, ой, мы на этом уже закончили, эту статью, то есть еще раз, давайте тогда посмотрим конец этого предыдущего пункта, то есть именно когда у нас происходит по двум линиям контакт между человеком и Творцом, по линии правой это милосердие, и там же находится и любовь, и страх, по левой линии суд, ограничение, и там же находится и любовь, и страх, и эти две линии когда соединяются в одну, над всем человеческим эгоизмом, над всем тем, что он проверяет себя и свои отношения с Творцом во всех своих предыдущих состояниях в прошлом и во всех своих будущих состояниях, он знает все свои будущие состояния до конца, они уже сейчас в нем существуют, потому что в духовном таком состоянии исчезает понятие времени, он, 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 как сказать, притягивает это будущее к себе, и также, поскольку он связан сейчас со всеми остальными душами, то такие же точно соединения с прошлым и будущим каждой души и всех душ, он соединяется, и поэтому в итоге он достигает полного понимания отношения Творца ко всем творениям вместе, то есть к той единой душе, которую он изначально создал, и поэтому он становится как единственный любящий, единственный находящийся в контакте в равновесии с Творцом, вот такого состояния должен достичь каждый из нас, каждая душа достигает такого состояния из всего огромного количества душ, а затем это универсальное состояние каждой души складывается вместе с остальными душами, то есть умножается каждое вот такое бесконечное абсолютное состояние любви умножается на количество душ, и тогда получается полное исправление, то есть полное подобие Творцу. В одном едином абсолютно цельном желании душе, прошедшем полное исправление, возникает это свойство, которое называется Творец. И тогда мы можем говорить о том, что закончилось все наше путешествие через все эти наши состояния, пока мы ощущали себя страдающими, а затем начинали понимать, что это не страдания, а подстегивание нас к совершенству, затем достигнув совершенства начинали видеть себя свыше, сверху вниз в нашем прошлом, как проходящие это все как во сне, но в общем мы все это на себе пройдем. А пока вот в общем немножко о самом совершенном состоянии это заповеди любви. Есть вопросы? Да, много вопросов. Дэйв из Сакрамента Соединенные Штаты спрашивает, можем ли мы также назвать заповеди, о которых вы говорите, законами природы и являются ли причинами наших страданий в этом мире наши не соответствуют этим законам природы? Конечно. Заповеди это законы природы, творец это природа, творец Элоким в гематрии, в числовом выражении это то же самое, что природа, то есть нет, нет иного. Или ты говоришь творец, или ты говоришь природа, это одно и то же. и мы находимся внутри него, внутри этого творца или внутри природы. Только не ощущаем, не понимаем, не воспринимаем полностью эту природу, мы обратно ей. И поэтому вот эта вот обратность мы ощущаем как наш мир, наше существование. Еще? Вопрос Женя из Тольятти спрашивает. Как ощутить любовь, о которой вы рассказываете, в нашем материальном мире? Есть ли она вообще в материальном мире? В нашем материальном мире, я не знаю, что ты подозреваешь под любовью. Надо раскрыть творца, и тогда ты это ощутишь. В нашем материальном мире мы подозреваем под любовью это эгоистическое какое-то возбуждение человека. Одно из многих всевозможных явлений, которые происходят в нас, мы называем любовью. Когда я ощущаю наслаждение от какого-то объекта, и у меня возникает к этому объекту и к ощущаемому от него чувство благодарности, чувство связи, чувство наслаждения, то все вместе это мы называем любовью. не более того. Все наши в нашем мире свойства абсолютно эгоистичны. То есть они зависят только от того, как мы запрограммированы природой. Поэтому можно запрограммировать человека как угодно, кто любит чего. Все зависит от того, каким ты уродился, с какими данными, в каком ты воспитывался окружении, которое навязывало тебе свои какие-то законы, установки, переоценки ценностей, которые в тебе происходили. И в итоге получается, что ты любишь что-то и не любишь что-то. Австрийцы любят шиницеля, китайцы любят собак, корейцы любят кошек. Ну, а французы лягушек. А русские водку и борщ. Каждого свое. Это называется любит. Это просто привычка, которая нам дана. То же самое относительно детей, то же самое относительно людей. Исключи у человека гормональные потребности. Какая будет любовь? Никакой. Исключи у человека ощущение, что это мой ребенок, то есть животное такой инстинкт свое к тому, что ты родил или то, что ты принял на воспитание и вложил в это себя. Тоже никакой любви не будет. То есть здесь любовь полностью зависит от тех качеств, которые есть в нас. Как правило животных качеств. Так что это не любовь. То, что поднимается в духовном мире. в нашем мире мы так считаем, мы привыкли, нам же надо как-то играться, нам надо чем-то восторгаться все-таки в себе. Вот мы и придумали. А в духовном мире любовь начинается с того, что человек выходит из нашего мира, вот здесь вот мы полные эгоисты. И затем мы поднимаемся на уровень сначала полной отдачи, так называемый хафетсхесед, свойства бина, полная отдача. То есть когда я совершенно поднят над своим эгоизмом, я могу на него абсолютно не реагировать, не принимать его во внимание. я вот так вот расту, расту, расту. Много раз мы чертили гору вот такую вот, которая растет эгоизм, а я все время над ней. И вот я поднялся над всем моим эгоизмом. И вот я нахожусь здесь. Я каждый раз над ним поднимался и в итоге вырос над ним. Вот он находится здесь у меня эгоизм, подо мной. То есть я им владею так, что он совершенно не имеет значения, что я в нем ощущаю. Я все равно нахожусь в свойстве отдачи. Это первое свойство. Это свойство трепета. Трепет. Страх. Когда я поднимаюсь наверх настолько, что весь мой страх и трепет от чего бы то ни было, он пропадает. У меня лично за себя абсолютно ничего нет. вот тогда я полностью исправлен. Тогда я могу называться милосердным. А затем во мне начинается следующее внутреннее такое преобразование, когда я начинаю этот эгоизм в себе перерабатывать на отдачу. То есть я его начинаю внутри себя. Он как бы вот так меняется. Один сосуд, больше сосуд, еще больше сосуд. И так я поднимаюсь до конца в самый большой сосуд. Когда я использую весь свой эгоизм, вот этот мой бывший эгоизм, а вот этот экран я использую на отдачу. То есть тогда и внутренняя линия левая, и экран как правая, все они находятся только на отдачу. И вот тогда вот это отношение мое, когда все свое, так сказать, нутро я только на отдачу работаю, и даже то, что получаю в итоге от того, что отдают, снова возвращаю на отдачу, чтобы у меня не было отдачи ради получения, а отдача вся была бы в ту же сторону. То есть и все наслаждения, которые я получаю, они тоже все идут туда же в одну сторону к дающему, а меня как будто нет, кроме этого свойства отдачи. Вот тогда вот такое отношение называется абсолютной любовью. И в таком состоянии я полностью подобен творцу. Вот об этом говорится. Дальше. Вопрос Андрея из Ростова из Ростова-на-Дону он цитирует. А я еще хочу добавить только что все, что мы сегодня испытываем в жизни, особенно вот здесь вот в нашем эгоизме в нашем мире, это только для того, чтобы начать движение наверх. Только для этого. Только все страдания, которые сегодня раскрываются, мы созрели для того, чтобы начинать себя уже перерасти, подниматься над собой. Вот эти вот жестокости, страдания, все, что происходит в мире, это для того, чтобы показать нам в принципе ничтожность существования внутри эгоизма и необходимость подниматься над ним. Иначе мы не увидим конца этим страданиям, этим жестокостям, этим проблемам. Это будут проблемы все больше и больше экологические, экономические, социальные, личностные. Да. Андрей из Ростова-на-Дону спрашивает, вот слова цитирует Рабио Лезера, совершенная любовь означает, что она совершенно с обеих сторон. Вот, вопрос такой, имеет ли связь этих двух сторон любви с двумя свойствами отдачи творца и получением творения и какая-то связь? Если это двусторонняя любовь, а свойства противоположные у творца и творения. для этого творение получает ради отдачи. Это и есть выражение отдачи со стороны творения. Это как в этом известном примере с хозяином. Когда я нахожусь у хозяина, и я получаю от него все, что он для меня создал, но для того, чтобы его насладить. так что я использую весь свой эгоизм и все возможные наслаждения. Я должен вкушать и наслаждаться абсолютно. Это с одной стороны, а с другой стороны, я должен при этом ощущать, что я должен делать. У меня здесь есть желание. Я в это желание получаю наслаждение. Плюс входит в минус. Дальше. Получая наслаждение. Изначально каким образом? Первое условие это я себя перекрываю. Я говорю хозяину нет. Нет. Это первое условие. Второе условие после того, как я сказал точно нет, я начинаю взвешивать наслаждение. Так? Я напишу тут свет. Слишком долго писать наслаждение. Я начинаю ощущать свет, то есть его угощение, которые вызывают в мне какие наслаждения. Я возбуждаю в себе желание, возбуждаю наслаждение. Одно против другого. Я начинаю принимать. Я не просто так начинаю принимать. Я ощущаю хозяина, его свойства отдачи, откуда приходит ко мне, допустим, так вот, откуда приходит ко мне наслаждение. я ощущаю все его отношения ко мне. Смотри, любовь. Я ощущаю наслаждение, свет от него. Свет наслаждения. ощущаю в себе, что он во мне вызывает и любовью А, и светом Б, я должен против этого всего сделать экран. Еще дополнительный. Не просто сказать нет. Значит, у меня возникает еще дополнительный экран. И на любовь его, и на его исходящее ко мне наслаждение. Все, что он приготовил ко мне, это начинаю изучать, начинаю понимать. Я на это тоже говорю нет. То есть, я самостоятельно в себя это не воспринимаю. Только после этого, после этого я начинаю взвешивать, сколько я могу принять и сколько нет. И, допустим, я иду на прием. То есть, весь мой прием, он находится сейчас не во мне, он находится обратно в нем. То есть, я получаю от него, чувствую, что я вызываю в дающем, в хозяине, в творце. Какое наслаждение я вызываю в нем, как он при этом наслаждается, как он радуется тому, что наслаждаюсь я, я обязан здесь наслаждаться. И получается в итоге, что мое наслаждение, его наслаждение, они вместе сливаются, и мы становимся как одно целое. И нет разницы между ними, потому что я не могу получать, если не ощущаю полностью то, что происходит в нем, а он не может давать, если он не включает меня в себя. То есть, в итоге получается, что мое желание, почему творец создал желание? Потому что благодаря этому желанию мы перебрасываемся между собой желаниями и таким образом сочетаемся между собой правое, левое и среднее линия возникают здесь между нами. Иначе ничего бы не получилось. Поэтому изначально зная, понимая, каким образом можно сделать творение, то, что и создано, это единственное желание, и этого достаточно для реализации этой идеи. То есть передать творением любовь. Своё свойство. Ещё что-то есть? Вот пока, я так понимаю, не у всех это в сознание входит, и вот такой вопрос. А это несомненно. Или он, или я. Как это возможно, что мы вместе будем наслаждаться, если мы разные? А на самом деле, не он и не я, а только лишь одно вместе. В любви невозможно в настоящее. Это не в нашем мире, когда ты любишь рыбу, и поэтому ты её с аппетитом уплетаешь. В духовном, когда мы говорим о совершенной, настоящей любви, то это может быть только в той мере и в тех общих чувствах, в которых сливаются между собой оба участника. И образует между собой единое целое. Вот в этом едином целом только и происходит ощущение любви. и когда нет в этом месте, где они сливаются, и в этом чувстве, которое они ощущают, различия между ними. Они уже не могут различить это, а абсолютно вместе происходит это в одном желании и один свет, одно наполнение. Я думаю, что это можно понять, это не такая уж большая проблема. Так и в нашем мире мы стремимся даже физически к сплетению тел, к ощущению друг друга. Это все какие-то отголоски этой высшей любви, этих условий, которые достигаются естественно только в духовном. А в нашем мире так мы как ветвь от корня пытаемся каким-то образом также выразить свое ощущение эгоистическое, называемое любовью или вроде этого. еще вопросы хотят наши участники урока разобраться со страхом и любовью и пытаются их разделить друг от друга. Вопрос допустим Саши из Тернополя совершенная любовь это победа над страхом. А Валентина из Клайпери спрашивает сочетается любовь сочетается ли любовь творца с душевным страхом или отменяет друг друга. Как эти два свойства соединены? Никогда ничего не исчезает. У нас есть такое правило. Нет исчезающего ничего в духовном. То есть все, что мы ощутили в духовном пути, это все пристраивается, приумножается, приплюсовывается к общему результату. и без этого не будет никогда окончательного положительного совершенного результата. Поэтому все страхи, все тревоги, все сомнения, они все остаются, и они все включаются, и образуют собой одно общее вот такое условие, при котором в общем чувстве страха, в общем чувстве тревоги, в общем чувстве полной зависимости, и в подъеме над этим, когда ты уже понимаешь, что это не надо, что ты уже абсолютно находишься в слиянии с другим, и полностью вы определяете друг друга, что он полностью зависим от тебя, а ты полностью зависим от него, и нет здесь никакого превалирования одного над другим. Когда вы доходите до всех этих исправлений, которые уже убирают все чувство зависимости такой эгоистической, со всеми страхами зависимости, то тогда вы выходите на уровень нового сосуда, в котором ощущается совершенная любовь. То есть тут возникает просто вопрос, как можно ощутить любовь, если изнутри еще где-то есть какие-то ощущения страхов, тревог. в нашем мире, конечно, это таким образом ощущается, в противоположности одно другому. Когда немножко хорошо, так уже есть какая-то как бы мы оцениваем плюс относительно минуса, и поэтому даже если уже чуть-чуть лучше, то нам уже кажется, что хорошо, а в духовном нет. Совершенство не может строиться на том, что есть плохое состояние, а это чуть-чуть лучше, что где-то внутри есть какой-то страх, а сейчас вроде бы этот страх перекрывается любовью, а может снова исчезнуть, но пока что я хочу о нем забыть или каким-то образом ощутить эту любовь, какое-то наполнение, а дальше что будет? Такого нет в духовном, потому что поскольку нет времени, то все эти отношения не должны быть абсолютными составляющими в этой общей формуле, трудно объяснить, как это происходит, но в общем все виды страхов остаются и одновременно с этим они остаются исправленными, то есть они не остаются в виде таких ощущений страхов, которые могут снова возникнуть, снова вернуться, снова дать какие-то отрицательные результаты, они остаются только для того, чтобы поддерживать это все возрастающее чувство любви. Я здесь не найду точных слов, потому что у нас вообще в лексиконе такого нет таких адекватных ощущений, определений. Мы все заменяем обычными словами, такими восторженными, которые очень пусты. Есть? Да, вопросов много. Из Италии вопрос. Но в принципе мы должны с вами стремиться к этому свойству, поэтому и говорится в условии ты должен открыть сердце и тогда ты в открытом сердце почувствуешь высший мир. В закрытом сердце, в закрытых своих желаниях эгоистических, которые работают только на интровертные такие получения, ты ощущаешь только лишь свой этот маленький мирок. Больше ничего ощутить не можешь. Ты должен наоборот, каким-то образом вместе с товарищами, в общих усилиях вызвать на себя влияние высшего света, которое разорвет тебя и начнет просто выбрасывать все наружу. И вот тогда в той мере, в которой ты вывернешь себя наизнанку относительно своих товарищей в первую очередь, а затем относительно всего мира, и не бойся. Тогда ты в этом своем движении вне себя, так называемом намерении, обратном свете, отраженном свете, ты начнешь ощущать этот высший мир, это высшее состояние. Когда ощутишь себя вне этого тела, выше его, в вечности, в совершенстве, совершенно иные действия, которые производят свет с желанием, а этого мира вроде бы как и нет. Для этого мы делаем вот эти усилия с нашим мегаконгрессом, когда мы должны вместе, совместно попытаться повлиять так друг на друга, причем не столько песнями и восторженными какими-то излияниями или там танцами и так далее, а внутренним усилием, когда мы можем сделать их такими, что они заставят наши сердца раскрыться наружу. И вот в мере этого раскрытия мы начнем ощущать высший мир, причем каждый из нас ощутит его вне себя, то есть во всех остальных раскрытых сердцах, потому что каждый из нас при этом обретает огромное внешнее духовное клей. Не в себе, а вне себя ощущается высший мир, так сказать, в вере выше разума, в свойстве отдачи выше свойства личного эгоизма. Так вот, этого состояния мы с вами должны дойти до этого состояния, и я думаю, у нас для этого есть все предпосылки, потому что достаточно мы с вами проходили материала, и создали целую систему, мы находимся на всех континентах, практически во всех странах, огромное количество людей, самых разных, для прохождения границы в высший мир, мы в принципе с вами готовы, мы только должны дать усилия, то условие, которое называется потенциальный барьер, который сдерживает нас, мы должны его прорвать, мы должны просто из себя выйти наружу, вот именно вот как, пускай почувствует человек, что он должен раскрыть свое сердце, как говорится в Зоре, раскройте мне сердце, а я открою вам мир, потому что сразу же в раскрытом сердце ощущается высший мир, но я надеюсь, что мы с вами это и сделаем и от хорошей подготовки практически зависит наш успех, успех может быть временным или постоянным, это тоже зависит от наших усилий, нашей готовности, но временный успех это очень реально, чтобы мы вышли на какое-то мгновение, не мгновение, на какой-то отрезок времени, может быть, сутки, двое, ощущали бы высший мир, свет вокруг нас, в котором мы находимся, ощущение любви, отдачи, тепла, которое окружает нас на самом деле во всем этом пространстве, и возможно, что оно будет только временным, и потом уйдет, это состояние, которое пережили уже многие из вас в прошлом, сейчас оно будет, может быть, более определенным, более направленным, уже более составным, и затем мы, может быть, и останемся в нем и навсегда, и начнем и дальше ощущать его, и анализировать, и двигаться в нем уже направленно. Я очень надеюсь на то, что это уже произойдет. Потому что, в общем, мы сделали для этого практически все, осталось только вот такое вот одно единое наше общее усилие. Но еще какой-нибудь вопрос? Да, ну вот есть как раз вопросы, с этим связаны тоже, с Конгрессом. Из Красноярска наша группа спрашивает, можем ли мы на Конгрессе приблизиться к состоянию совершенной любви? И вот что еще можно делать? Мы должны пытаться, так видите, получилось, что сегодня мы о ней говорим, мы должны пытаться воображать себе это свойство, хотя мы далеко на самом деле еще от него, это свойство последних ступеней исправления, самых высших, но человек должен всегда представлять себе самую последнюю ступень. Если бы ребенок не хотел бы быть большим, просто самым большим, он бы не развивался. Немножечко так, чуть-чуть, так от него и останется. Есть такие люди, которые берут для себя не быть большим, а достаточно мне чуть-чуть, вот так они и остаются такими же. А нам надо обязательно понимать, что наше следующее состояние, каждый раз следующее состояние, это мир бесконечности относительно нашего сегодняшнего. Когда мы, допустим, вот из этого состояния внутреннего, когда мы желаем все получить в себя, переходим во внешнее, когда мы желаем все отдать, то есть это абсолютно переворот, революция внутренняя, это духовная позиция относительно предыдущей земной, эгоистической. И поэтому мы должны идти на всю кассу, что называется. То есть я иду в контакт абсолютно полный со всеми душами и внутри них с Творцом и нет никаких тут ограничений. Ни на меньше, ни на что. Вот вопрос Марии из Петрозаводска. Так где же я все-таки ощущаю Творца? Внутри себя или внутри ближнего? Вот как это соединить? Внутри соединения меня с ближним. Когда я выхожу в ближнего, вот то тогда я это ищу чаю. Вопрос из Италии спрашивает. При контакте с другими людьми я чувствую какой-то тормоз. Возможно это связано с моим духовным корнем? Это все чувствуют так. Ничего страшного. Мы чувствуем все отторжения друг от друга, всевозможные охлаждения, всевозможные какие-то такие страхи, расстояния. взаимное отталкивание это естественно. И мы должны понимать, что духовное оно находится над этим. То есть приподняться над этими всеми расчетами и начать осваивать это новое свойство. В нем начинать пытаться себя представлять как существующим. И тогда мы увидим как действительно возникает у нас новые ощущения вплоть до ощущения Творца. Вечность и совершенство это все перед нами. Я надеюсь, что мы в следующих наших беседах начнем действительно с вами практически ощущать то, о чем говорили сегодня. До свидания. Обнимаю вас. До встречи. Субтитры